Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Также я всех хочу вас пригласить на новый канал моей мамы. Он называется С вами Сура. Ссылку я оставлю под видео. Заходите, смотрите. Итак, сейчас будет онлайн-расклад. Общая тема, одна позиция. Бесит ли его мой игнор? Раздражает его то, что вы с тем не хотите видеть, сообщаться, то, что вы его игнорируете. Буду смотреть на картах Таро Призраков. Вот такая вот интересная колода. Максимально, пожалуйста, расслабьтесь. Руки-ноги не скрещивайте. Загадайте своего любимого человека. Представьте его, какой он. Давайте будем смотреть. Итак, раздражает ли его ваш игнор? На данный момент. Раздражает очень сильно по той причине, что, вы знаете, вы очень этим самым хотите его проучить. Вот этим своим игнором вы хотите его проучить, потому что это вот так он видит, что вы не просто его игнорируете, да, типа он вам не нужен, а нет. Она хочет меня проучить, потому что она все это время меня воспитывает, и она хочет меня здесь проучить, потому что до меня, как видать, до жирафа ничего там не доходит. И она решила, да, ход конем. Сейчас я поставлю такую ситуацию перед тобой, где ты не выдержишь, ты как бы прогнешься, и ты сделаешь, как я хочу. Это так он сейчас все это видит. Вот этот игнор с вашей стороны. Потому что он считает, я, он свои недостатки видит прекрасно. Ему даже говорить не надо, что ты такой, такой-то. Он сам знает все своих недостатков и достатков, все он про себя прекрасно знает. Чего он достойно, чего нет. И здесь человек сам по себе, по своей сути, достаточно закрытый. Поэтому вы как мотылек об лампочку бьете все это время, воспитывая его. Воспитание ему подается очень-очень, приочень тяжело. Потому что мальчика надо было воспитывать, когда он был маленький, а не когда он уже в большую детину вырос. Его там вначале недовоспитали, и уже сейчас в своем возрасте вы хотите его перевоспитать, это вам тяжело дается. Он это тоже прекрасно понимает. Потому что у него, как у личности, как у мужчины, есть свои убеждения, есть свой характер уже сформированный. У него есть свое мышление. Он видит иначе, нежели вы. Он в суть вещей как-то видит там по-другому, понимаете, вглубь как-то смотрит и видит это иначе. И он считает, а как это? Я всю жизнь думал, что это так, а теперь это оказывается по-другому. Здравствуйте. Мордости. И что теперь? А вы его этим воспитываете, показываете так, что, милый, ну ты неправильно думаешь. Здесь как бы на черное надо говорить черное. Никогда черным, белым не было. А у него другое восприятие этого мира. Да, мы же не знаем, где он родился, в какой стране родился, в каком городе, кто он, какой у него менталитет. Может быть, он мусульманин, а вы христианка. И у него там, да, свинину всю жизнь кушать было большой грех, понимаешь ли. Да, я мужчина, кавказский гор. Все. Все. Что вы хотите? И так как по своей сути всегда женщина является очень такой эмоциональной, ну нас природа создала, да, мы все на эмоциях. Если мы любим, то мы любим. И мы, не стесняясь, об этом говорим. И если не любим, так мы ненавидим еще помощнее, да, высказывая все это на эмоциях. То у мужчин у нас проще. Он любит, не любит, все в себе держит там. Чтобы добиться там от него любви какой-то словесной, надо очень сильно постараться. Потому что мужчина там, он, ну считает, ну что, я же рядом, значит люблю. Что непонятного-то, да? У него как-то более проще. У вас такой человек, вот он, где все при себе, зажатый до безобразия, с комплексами до безумия. И вы его никак растормошить не можете. Вы поэтому создаете ему вот эти игноры для того, чтобы он раскрепостился. Для того, чтобы он начал самовыражаться. Да, для того, чтобы он успокоился, раскрылся и сказал, дорогая, я тоже тебя люблю. Понимаете, вы вот пытаетесь его немножко сделать другим. Он это прекрасно видит. Мужчина жадный, жадный. Но я не знаю, почему жадный. Может быть, ему всю жизнь там никто не говорил, что его любят. И он не говорит. Всю жизнь он там на заводе пашет, да, после техникума и зарабатывает копейки. Но откуда же ему быть щедрым? Откуда? Щедрый оттуда, когда ты сам реализовываешься, ты поднимаешься, хорошо зарабатываешь. И ты, получая много, можешь что-то многое отдать. А если ты получаешь мало, как ты ж можешь больше отдать? Ты ж вообще на нулях останешься. Вот у него здесь такое мнение. Мое не отдам. Ну не отдам. Ну скупой. Он и на чувствах скупой. И материалист такой. Вот мое не отдам. Не трогай, не подходи. Мужчина ревнивый. Кстати, кто-то здесь и женщин пытается еще и мужчину перевоспитать, чтобы он не был ревнивцем. Чтобы он не был собственником, да. Как бы вы кого-то показываете тем самым, что, милый, я не только тебе принадлежу, я вообще принадлежу всему миру. Я тут общественница, да. Я тут занимаюсь, какие-то лидерские позиции занимаюсь. И как это тотальный контроль надо мной 2-4 часа в сутки, ты вообще в своем уме. То есть здесь кто-то и женщин так хочет своему мужчине показать. И этим самым его перевоспитывает. А до него не доходит. Потому что мужчина по своей сути это собственник. Вот моя женщина, все, куда пошла, откуда пришла. Так, давай отчет быстро. В трех экземплярах, милая, в письменном виде. Давай, давай. То есть здесь мужчина не понимает. Как эта женщина должна быть свободной? Как это? Ты же моя уже. А если он еще и мусульманин, это вообще капец. То есть здесь мужчина обязательно. Где была, во сколько была так? А, ты в туалете была? А, что ты там делала еще? Еще спросит, понимаете? Здесь мужчина во всем должен быть контролируемый, да. Что его любимая женщина делает? Ну, такой тип. Такой тип. Бесит ли его ваш игнор? Конечно, бесит. Вы, скорее всего, расстались по той причине, что, наверное, был трехугольник, да. Трехугольник в отношениях. Или же просто вы разочаровались в нем, потому что вы ожидали, наверное, какого-то другого мужчину. Ну, то есть хорошего, так скажем, да, одним словом. А мужчина не меняется, ну, он такой, какой он есть, и ничего у вас не получилось. Или мужчина долго как бы тянул с тем, что не мог выбрать вас или кого-то еще. И до сих пор вот это все и тянется, да, что трехугольник в отношениях. Хотя, знаете, он все надеется, что вы выпустите, да, его, так скажем, на волю с блокировки, да, что вы... Что вы перестанете его игнорить, и вы будете опять вместе общаться свободно, может быть, видеться. Он надеется на это. Он никуда не торопится, он терпеливо ждет. Он считает, что вы сейчас играетесь. Пусть она наиграется, успокоится. А потом она все равно появится, никуда не денется. Это и мысли вашего мужчины о вашем игноре по отношению к нему. Это он так считает. Что она меня сейчас воспитывает. Ну, пусть поиграется в свое воспитание. Она, видать, наверное, хотела быть воспитателем всю жизнь, преподавателем. Видать, не получилось, оно сейчас реализовывается через меня. Ну, ну, давай, детка, воспитывай меня. Мама недовоспитала, садик тоже, школа тоже, университет тоже. Давай теперь ты. Ага, посмотрим, как у тебя получится. Так, бесит ли его игнор? Бесит еще как? Конечно. Посмотрите, как он вас видит. Посмотрите, как он... Он та же, знаете, где-то та же с юмором. С юмором. Вот я же говорю с юмором, да, сейчас. Вот потому что он это так и видит тоже, что это все... Детка играется у нас в преподавателя и ученика. Давай, милая, мне как? В угол встать. Накажи меня. Накажи. Ну, сделай мне больно, да, и успокойся. Потому что он вас видит в такой ярости, что ух, как бы, знаете, такое ощущение, как будто это ваша последняя уже, последняя черта, я не знаю, последнее дело, последняя цель. Вот добить его уже с этим воспитанием, вот этим игнором, чтобы его проучить. А он на это смотрит, ну, милые бронятся, только тешатся, да? Пусть она игнорит меня так. Это для нее игрульки. Вот он так это видит, что пусть наиграется, детка, пусть наиграется, да, со мною. Вот таким вот образом. Она меня воспитывает. Ну, ну, давай, воспитывай меня дальше. У него как-то это немножко, знаете, он... Он это видит, что вы его воспитываете, девочки. Он это видит просто реально. Я не знаю, как вы себя там ведете, что для него это нормально. Он это понимает, что как воспитание. Не как на самом деле игнор, а как просто какое-то воспитание. Потому что она меня любит, а он в этом уверен. И она меня специально от себя вот так вот отодвинула, да, и пытается меня как-то проучить, наказать тем самым, чтобы я что-то понял, что это все-таки любовь у нас с ней, а не просто так, ли амур-тужур, что мы созданы друг для друга. Но я это не понимаю. Она мне это показывает со стороны, чтобы до меня дошло. Вот как он это все видит. Да, потому что он видит, что вы хотите над ним взять вверх тем самым, показав ему, что вы были правы изначально, что вы та женщина, которая знает, что такое хорошо и что такое плохо, которая как бы центральная фигура в их отношениях, яркая центральная фигура. И вы как будто лучше всех тех женщин, которые у него были. Вы знаете, как правильно выстраивать отношения. Ваша мудрость, ваше спокойствие, ваша твердость, что вы правильно рулите, понимаете? Вы хотите ему как будто свою женскую силу показать, своим терпением и умением. Вот видишь, как я тебя исправила? Сейчас ты мне говоришь уже, оказывается, что ты меня любишь. О, как надо. Милые, да? Камень. То есть вода камень точит. А он так и видит, что она хочет победить. Она хочет мне доказать, что она самая лучшая. Что она из всех тех женщин, которые у меня были, что она самая крутая. Вот те женщины, которые у меня были, ни одна из них меня не пыталась перевоспитать. Ну, по той причине, что они вообще не могли воспитывать. Потому что не все женщины умеют воспитывать. Воспитывать может та только женщина, которая обладает мудростью, умом, терпением, знанием и добротой и любовью. Не все эти женщины обладают. Да, вот есть женщины, но не все обладают. Вот вы та женщина, которая обладает. Ну, не все же такие, правильно? А у него были, наверное, другие, которые не могли его перевоспитать. Им легче было уйти просто. Или, может быть, не хотели. Или, может быть, они его не любили. Просто говорили до свидания. И все. А кому хочется заниматься воспитанием мужчины? Кому хочется? Никому же не хочется. Новое время. Женщины уже любят себя. И им нужен только готовый мужской продукт. Вот мужчину, чтобы был уже умный, добрый, красивый, богатый. И все. И любил уже сразу. Причем вот сразу еще и любил. А вы из той категории, которая, ну, я так полагаю, что, который не боитесь трудностей, вы можете потерпеть, лишь бы был хороший итог в конце, правильно? Чтобы то, что вы воспитывали, взращивали, любили, да? Чтобы это все-таки не просто так было, а была какая-то отдача в вашу сторону, в прошлом. Ой, то есть в будущем. Так, хорошо. Дайте я еще посмотрю. Как он обращает? Нет, как он... Что он думает вот в этом игноре о вас? Что он? Вот мысли его, да? Он очень сильно хочет, чтобы вы или написали, или позвонили. Да, двойка кубков. Здесь мужчина вас любит и знает, что вы его любите. И он очень сильно хочет, чтобы, во-первых, вы его уже сняли с блокировок со всех вот этих. Куда вы его там заблокировали? В каких соцсетях? Или же, чтобы вы сами ему написали, позвонили. Вот как-то дали ему что-то, вот намек, да? Или он... Отправьте ему смайлик, он сам вам напишет, позвонит. Он хочет от вас какого-то вот реакции, реакции, да? Он хочет знать, что вы его любите. Он понимает в душе, что вы его любите. Поэтому вы его и воспитываете. Он это все прекрасно понимает. Говорить ему это не надо. Но он хочет уже, знаете, ваших эмоций. Ну, знать и понимать одно, а реально видеть, что вы ему там смайлик отправили, еще типа там что-то какую-то, может быть, гадость написали, на которую он прочитает и улыбнется, он поймет. Ох, жалит уже меня, жалит моя кобра. Но не может она без меня. Вот надо ей ужалить уже меня, да? То есть здесь мужчина хочет вот этой реакции от вас. Активная реакция. Ну, давай, ну скажи, что ты меня хочешь. Ну, скажи, что ты меня любишь, что ты без меня не можешь. Он до вас, да, вот хочет достучаться. Дай мне это, да. Я тоже здесь скучаю по тебе. Я все прекрасно понимаю, что ты меня воспитываешь. Ну, детка, скажи, что ты меня хочешь. Да, вот здесь вот такой вот. Что он еще? А, чувства его к вам. Ну, здесь любовь идет. Он вас любит, а вы его любите. Это однозначно. Ему это говорить не надо. По колесу фортуны здесь мужчина тоже не боится, что вы исчезнете полностью из его жизни. По той причине, что по колесу фортуны у вас уже миллион раз эти были какие-то расколы, хочется сказать, наверное, да? Распады в отношениях. Опять сходились вместе. Да, и все это по кругу у вас, как американские горки. То вверх, то вниз. То в стороны вас разносят, да? Потому что вы что-то там пытаетесь друг другу доказать, до сих пор что-то сказать хотите, ничего у вас не получается толком. И единственное, чем вы его всегда пытаетесь наказать, каким игнором? Это то, что вы исчезаете из его жизни. Потому что его по-другому наказать невозможно. Вы или тут же его блокируете, или тут же вы ему говорите, давай, до свидания. Четко, прям конкретно. Разворачивайтесь, хлопайте, дверь уходите. Поначалу, когда у вас вот были такие, да, стыки, он пугался, он пугался, что это все, и больше вы никогда не вернетесь, уже все, конец. А потом, когда это происходит, знаете, с периодичностью какой-то, с цикличностью, человек просто думает, да, это очередной раз. Она сейчас хлопнула дверью, меня заблокировала, она все равно вернется. Вот он точно так же сейчас и думает, что детка меня воспитывает. Да, малышка, давай. Давно не игрались в прятки, в кошки-мышки, в Том и Джерри. Давай, детка, погоняйся за мной. Поставь меня в угол. Да, да, сделай мне больно. Да, детка. Понимаете, здесь мужчина уже в кураж такой, знаете, вошел. Ва-ха, ю-ху. Мы опять в очередной раз поссорились. Ты в очередной раз меня опять решила проучить. Давай, детка, сделай мне больно. Да, здесь мужик у нас в кураже уже. Он уже как-то, ну, ну, что, нормально, поиграемся сейчас, да? Кто кого. Воспитательницу и ученика. Ролевые игры. Отлично. А он просто сейчас, знаете, он просто сейчас думает. Блин, что мне делать? Ну, да, она меня опять в очередной раз заблокировала. Ни с того, ни с сего. Что-то там, видать, опять по-мужски ляпнул не то. Ну, она как женщина опять что-то не то поняла по-своему. И все. И меня в бан, в блок, еще там куда мне, да? Через окно с 10 этажа, короче, я лечу уже там с парашютом. И что мне дальше делать? Вот он сидит и думает, а что мне дальше делать? Не знаю, что мне делать в очередной раз, да? Вот только единственный интерес, надолго ли? Сколько можно? Ну, если еще так пару дней, недель, я еще продержусь. А если опять пару месяцев? Ну, блин, это жалко. Время только уходит. И знаете, что для него самого уже смешно? То, что отношения вот такие вот тягомотные, как чемодан без ручки. Он все тащит, тащит, тащит и бросит чемодан. Не может. Он уже миллион раз себе задавал вопрос. Че я так прилип так в этих отношениях? Я ж такой парень крутой тут вообще. Хорохорюсь хожу здесь. Бабы за мной могут хороводы ходить. Возле меня в бубен плясать тут. А я тут такой, блин, первый парень на деревне. Че я в эту влип-то? И это из меня теперь веревки вьет. Ну, че, как жить-то, а мужику-то, блин? Он бедный не знает, как ему теперь жить. И бросить не может вас. Вот что интересно. Были попытки еще тогда, когда вы вначале там ссорились. У него были попытки вас оставить в покое. Там про вас забыть, что вы были, что не были. Господи, еще у меня баб жили, а в жизни было мало. Он так считает, да? Да я такой мужик вообще. Да за мной там вообще бегать шлейф до сих пор. Тянется брошенных женщин. И это тоже, че, очередная. Ну, че я на этой залип-то, а? Блин, вот надо было мне спросить, сколько время. И все, и залип после этого знакомства первого, блин. И все, и до сих пор она сейчас уже из меня веревки вьет. Видите, он там же всем другим женщинам отворот-поворот. Вот сейчас другие женщины, которые появляются в его жизни, вы сейчас скажете, да, Яна, неси сейчас, неси, что ты там несешь. А я вам говорю сейчас, серьезно, вот хотите верьте, хотите нет. Вот после того, как вы в его жизни появились, а он всем другим бабам отворот-поворот. Я не хочу сказать, что другие женщины в его жизни не появляются. Да появляются, миллион появляется. Только он перед всеми держит вот такую вот оборону. Не подходи, убью, называется. А вот они все. Милый, сдайся, сдайся. Я буду лучше. А он говорит, нет, я уже нашел вот эту лучшую, которая меня перевоспитывает. Мне вторую уже такую не надо, хватит с меня. Он перед всеми, понимаете, закрытый. Есть хорошенькие, красивые, есть симпатичные. Ну, женщина, что, умница, красавица. Да, такие появляются в его жизни. Улыбаются там, привет, как дела, давай познакомимся. Да, а он этого уже не хочет. Потому что, ну, вы его очень сильно тянете. Да. Потому что вы, да, слушайте, ну, блин, ну, как это вам объяснить, а? Вот смотрите, когда у тебя с каким-то человеком уже долгие отношения, ты с ним прошел огонь и воду и медные трубы, ты с ним уже много чего пережил, каких-то событий, радостных и грустных. Ну, как ты можешь просто так забыть и пойти, вот найти другого человека, который вчера появился. Привет, как дела меня, Аленочка, а меня, Петенька. И все, и познакомились. Ну, как ты, ты не можешь. Да, здесь то же самое. Между вами очень много было. У кого-то это действительно была семья, а у кого-то хочет быть семьей. Вот этот человек хочет быть с вами семьей. Тем более, что вы друг другу помогали. Вы друг другу помогали. И вы проверенный человек. Ваша энергия, энергия для этого мужчины очень вкусная. И никакая другая женщина не напитает его этой большей энергией, как вы, чем вы, понимаете? Потому что вы умеете его окрылять, ему давать то, что другая женщина не даст. Ну, как объяснить? Давайте так объясню. Вот клубника, да? Клубника тоже разных сортов. Ты одну клубнику кушаешь и думаешь, блин, что ела, что не ела. А вот другой сорт клубники ешь, думаешь, ой, какая вкусная. Ой, какая вкусная, блин, и сразу такая энергия. Ой, как хорошо прям становится. Да, аппетит прям так это, и ты чувствуешь себя хорошо. Тебя не тошнит после такой клубники. Вот здесь я понимаю дурной пример, но я хочу как-то, чтобы вы понимали, да, вот что я это чувствую, как я это чувствую сейчас по картам. Женщины тоже разные есть. Мужчины тоже разные есть. У каждого своя энергия. У кого-то отрицательная, у кого-то положительная. У вас этим мужчиной идет очень хорошая энергия. Вы как плюс-минус, наверное, да, сходитесь, состыковываетесь. Поэтому он прекрасно уже, он стал это понимать, потому что он больше чувствует вас, что ваша энергия его питает. Она дает ему соки, она дает ему все, чтобы ему было хорошо жить. А другие женщины, они не дают этого. Они как пустышки. Вы понимаете, пустышки. Вот она улыбается, она красива, у нее фигура, у нее глазки там, блондинка и так далее, например, да. Длина нога, все, модель, блин. Но он на нее смотрит и думает, ну, блядь, ну, что мне с ней делать? Ну, что я буду с ней делать? Ну, да, почпокуйся один-два раза, а потом, потом, она пустая, она ноль. В ней только красота и больше ничего. Она больше ничем не цепляет меня. Ничем не цепляет меня. А здесь мужчина, который вот на такой, только на красоту, уже не падкий. Он, ну, не падкил на эту красоту. Ему нужно еще больше, чем эта красота. Дай мне, что у тебя как будто, знаете, вы как внутри, что у тебя там внутри есть? Отдай мне это тоже. Вот то, что у вас внутри, вы ему уже отдавали это. Для него это сладко. И теперь он хочет только уже и это еще, понимаете. Мало того, что внешность, так еще дай мне, что у тебя внутри. Поэтому он без вас не может. Вы уже этим его цепанули. И другие женщины, которые появляются, ему не интересны. Они уже, он разбирается уже хорошо в женщинах. И он знает, что женщин черпать можно. Ему одна красота, ну, нафиг она нужна. Там уже как-то, ну, здесь мальчик уже такой, взрослый стал. Это не 18-летний, 19-20-летний мальчик, который только на красоту цепляется и все. Ему надо еще больше, больше, что есть женщине. Поэтому здесь у вас, знаете, такой был обменная энергиями. Да, вы ему что-то давали, вы с него что-то брали, вы друг друга питали. И до сих пор питаете, даже сейчас. Ну, не сильно, но все равно, вот это питание все равно тоже есть. Хотя ему не хватает больше, он хочет больше. Но вы же его игнорите. А больше, знаете, когда? Когда вы вместе рядом и вы строите вот этот свой замок, да, замок счастья, любви и семьи, где любовь, дети, вы, вы как будто оба окрыляетесь. А когда вы в игноре, как будто, знаете, как питание прекращается. Вот идет труба, эту трубу раз перекрыли, и все, питание закончилось. И тут вы голодный, и он там голодный, и не можете дальше, да, как бы идти вверх, мечтать о чем-то там большем. Как будто все перекрывается. Поэтому он хочет поставить уже... Знаете, сейчас он находится в том состоянии, когда он уже готов вам сам позвонить или написать, и сказать, слушай, учительница ты моя, может, хватит уже, а, меня игнорить, а? Может быть, как его, выпустишь меня уже на улицу там, погулять, травку пощипать, а, сколько можно? Тоже мне нашлась и тут, мать Тереза, воспитывает она меня тут. Давай уже будем как-нибудь ладить на наши отношения-то уже, а? Знаете, он в том состоянии, когда он хочет вам уже конкретно сказать, хватит меня воспитывать, хватит меня игнорить, сколько можно уже, ну, повоспитала, может, хватит. А вы ему сейчас скажете, ах, ты считаешь, что это я шуточки у меня тут, да? То есть, я твоим воспитанием занимаюсь, просто я играю все так с тобой? Нет, я с тобой не играюсь. Он сказал, слушай, ну, давай поиграемся, ну, сколько можно? Я не хочу, чтобы это было так. Просто вы очень решительны, понимаете, для вас это не игрульки. Вы конкретно занимаетесь перевоспитанием мужика, а для него это игрульки, потому что он не хочет, чтобы его воспитывали раз, во-вторых, он думает, что, блин, она тратит время впустую, чё, какие игрульки, блин, какое вы перевоспитание, милая, воспринимай меня таким, какой я есть, всё. Тебе судьба дала такого мужика? Ну, и радуйся, какое вы перевоспитание, блин, да я такое, что ты другого никогда в мире такого не найдешь, чё тебе не нравится? Угу. Нет, так она войну держит, вишь, вот он так и считает. Она меня воспитывает, она здесь мстит мне, она тут, да, устроила какой-то, как серый паук такой, за кулисье такой, строит планы там, да, как она в следующий раз пойдёт. Ой. Угу. О, мужик с мечом. Это уже не баба, это уже, блин, мужик с яйцами металлическими, ещё меч вот тут держит она, да, как бы ты у меня там, находишься в игноре и попробуй только пикни, пикни, отрежу тут же, отрублю, чё надо. А он бедное возрождение хочет. Девочки, мужчина видит здесь конкретно, что женщина настроена воинственно, настроена воинственно, а он этого не хочет. Он хочет перемирия. Ему вас не хватает, вашей любви, нежности, ласки, доброты, понимания. А вы здесь мужиком, понимаете, в кольчуге, с мечом такая. Ещё такое выражение лица, давай, давай. Чё ты там хотел? Сейчас я тебя устрою тут. Я тебя жду, давай, выходи, да? А он просто хочет возродить с вами снова связь, снова отношения. А вы с агрессией. Он даже боится вас, с агрессией. Он уже бедный думает, боже мой, ну сколько шансов уже, ну дай мне ещё один шанс, я покажу, что ты, да, что ты не права, что меня не воспитывать надо, милая, меня любить надо, и я покорю, и я положу под твои ноги весь этот мир. Меня любить надо, дорогая моя, любить, а не воспитывать. Так, хорошо, всё, девочки, вам совет. Вам совет по этому мужчине, который находится в игноре, что с ним делать дальше? Вы знаете, то, что вы друг друга игнорите, вы теряете оба. Вы оба теряете, а теряете всё. У кого-то здоровье, у кого-то деньги, у кого-то работа, и так далее, и так далее, и так далее. Настроения нету, негатива много, вы оба страдаете. Включите фемиду. И ему надо включить фемиду, и вам. А фемида – это честность, порядочность, справедливость, закон. И делайте всё, взвешивая все за и против. Не так, знаете, вот рубануть, это легко сделать, это легко сделать, легче всего. А ты вот как судья, выслушай. Вот судья, как ведёт свою работу, он слушает, слушает, первое заседание, второе, десятое, третье, там, не знаю, и в конце тока выдаёт свой вердикт, казнить или помиловать, да. Всё, судья бы тоже мог за пять минут, так, кто там кого убил, так, всё, этого казнить, этого помиловать, всё, всё, заседание готово, так, всем встать, и в дверь пошёл. А судья у нас справедливость, одна, то она эфемида, понимаете, что человек должен, судья должен разобраться во всей ситуации, кто прав, кто не прав, и потом, потому что на него, на нём большая ответственность, да, он не имеет права просто так кого-то казнить, или кого-то просто так помиловать, на то он и судья. А вот вы тоже должны стать этой судьёй, тоже должны стать, потому что, ну, мужчина неплохой, неплохой, все со своими характерами, все абсолютно, имеют свой характер, вот у него тоже свой мужской характер. И если вы вот так просто, который мужчина вам идёт по судьбе, да, он вас любит, у вас чувства к нему, просто так оттолкнёте, отправите подальше лесом, кто в первую очередь будет страдать? Вы и он. Это не есть хорошо. Поэтому выслушайте, услышьте его, да, встаньте вот этой эфемидой, которая не разрушает, а созидает, соединяет, да, потому что между вами есть всё-таки любовь, я это видела. Да, и дайте снова шанс на воссоединение, послушайте, что он будет вам говорить, вот послушайте его, да, что он хочет вам сказать, что он может вам предложить, что-то серьёзное, или опять быть в качестве там любовницы, или ещё что-то там такого, лёгкого, да, потому что если вы опять воссоединитесь, у вас у обоих всё пойдёт опять в гору, ну, вот так вот показывает, что опять всё будет хорошо, потому что когда вы вместе, вы оба что-то получаете, тоже приятное, хорошее от вселенной, а когда вы врозь, когда у вас вот этот некий раскол, такой вы понимаете, и всё плохо идёт, и у него, и у вас, поэтому подумайте, подумайте, стоит ли со своей второй половинкой так себя вести. Вот такой был расклад, всем желаю счастья, удачи, благополучия, пусть у вас всё в личной жизни будет хорошо, всех люблю, всех целую, и до скорых встреч, спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!